Доброе утро, мои дорогие! Ой, хорошо-то как! Пришло мне сообщение, а я без очков не вижу, кто это. И да и номер мне неизвестный, ну, ладно, пошла, одела очки, читаю. Боже ж ты мой, вылезла на свет, была у меня одна приятельница, я от нее избавилась много лет назад, прям избавилась. Сказала ей все, что я думаю о ней, и все, ну, прервала все отношения. И вдруг на тебе. И пишет какую-то ерунду, я даже вот до сих пор не могу понять вообще о чем и что. Чего наплела? Ну, у нее одна беда, она всех равняет по себе. Вот как она относится к жизни, так она думает, что и все так. Ой, я всегда вот говорю, что же злоба, зависть человеческая делает с людьми. Да успокойся ты, успокойся, неинтересна ты мне. И не была интересна. И не нужны мне ваши бабьи сплетни. Ну, неинтересна они мне. Тебе, дури, под 60 лет ты все никак не умерзься. Чего тебе в жизни не хватает? Ну, вроде у тебя все есть. Чего надо-то? Ой, прости, мою душу грешную. Все равно я не буду жить так, как тебе хочется. Это моя жизнь. И я ее живу так, как я хочу. Что ты лезешь? Успокойся ты ради Бога, Господи. Ладно. Все равно человек не поймет. Чего толку? Говори, не говори. Ладно, а мы начинаем новый день. Ой, смотрите, какая красота. Мои вчера ездили на аттракционы. Ну, уже поздно было. Приехали ночью. Вот не знаю теперь, сколько спать будут. И я-то не легла спать, ждала их. Господи, кругом игрушки под ногами. Так, ну, ладно, сегодня ждем гостей. Так, вот, только говорю, они просыпаются. Так, ждем гостей. Так, ждем гостей. Будет у нас сегодня весело. К нашей Аравии еще 4 человека прибавится. Ладно, надо сейчас начинать день. Я вам белье повесила, которое ночью постиралось. Сейчас надо таблеточки свои выпить. Да, расхаживаться немножко. Как у вас дела, мои дорогие? Все нормально? Я надеюсь. Так, пойду поставлю чайник. Все, просыпаемся. Делаем зарядку. Кто не такой ленивый, как я. И включаем новый день. Вчера. Что-то привезли. Ладно, лапуськи, давайте. Никак не проснусь. Смотрите у меня. Чудо чудное, диво дивное. Манга дал корешочек. Вот, посажу. А авокадо, девочки, я по вашему совету посадила в землю. Но один дал все-таки корень. Но опять. Это прошло больше месяца, а не как не 7 дней. Ой, хриплое с утра. Вот, а этот, несмотря на то, что он такой забронированный, весь в броне. Вот этот, на самом деле, прям несколько дней и дал корешок. Сейчас я его тоже посажу. Ногти. Краска не смывается. С ногтей. Так что, пока эксперименты удаются. Там будет видно. У нас работают с утра. Ворота доделывают. Сегодня встала. Ворота-то не закрываются. Ветром раскрыла. Заходи, кто хошь. Ну что, у нас обещают 3 дня дожди. Вон, видите, погода-то как прям меняется. И прохладненько сегодня. Плохо последние дни, ребята. Ну, вот он как. Зизифус-то цветет. Вот такими вот цветочечками мелкими. Невзрачными совсем. Ну, гранат дает. Прям как надо. Сашка у нас любитель песен. У нас музыка орет целый день. Или мультики, или просто песни. Он уже, смотрите, вот уже и гранатик. Вот он уже. Красотень. Как я люблю, когда он цветет. Ну, просто. Посмотрите, он прям. Ничего делается. Я все расстраивалась. Думаю, что-то мало цветов. Мало цветов. Вот, пришла пора, и вот тебе и цветов. Сколько хочешь. Вон, еще там все расцветать будут. Ну, их, правда, много падает. Все будет усыпано этими цветами. Так, получились неровные ворота. Ну, что, почти-почти. Почти-почти. Еще немножко. Сейчас еще блиточку положу. Держи. Держи-держи. Так. Маловато. Маловато. Маловато-то маловато. А у меня здесь этим не сходится. Я боюсь, что история такова, что сами врачи не надо садить. Ну, да. Вот это же одновременно садить. Да. Хотя, вот, я не такая винах. Ну, я, мне, да. Судя не подвижен. Но у меня и судя не сходится. Допонятно. Так, ладно, пойду. Видео выложу. Тихо-тихо. Господи. Это. Сейчас пойду видео выложу утреннее. Да пойду, да убираюсь там, в Аленкином доме. Да надо там постелить им. Принести подушки. Все. Постельное белье. Да будем ждать гостей. Ну, их много надо. Конечно, много. Парни, поедете за шишками. В ответ тишина. А мам не поедет за шишками? Нет, мам не поедет. Надо мальчишек на велосипеде управлять. Ну что, стоят ворота. Ну, теперь их надо, Костя сказал, покрасить и обшить. Ну что, красота. Самое главное, открываются все как надо. Не говори. Неужели не больше так вот? Еще не все, еще пока прикрепление. Как говорит, надо углы выкрепить. Вот художника вырисовала, это сама художник. Вот она нарисователь. Глаза вообще. Они прям так больше стали, мощней. Прям меньше были намного. А что значит? Конечно. Трубы вот удлинили и ворота выше стали. Ну все, обошьются и будут как новые. Ну что, мои дорогие, надоели вам сатуары. Ну, пошла волна бога украшений. Так что, делаю вот такое украшение, чтобы было не сильно тяжелое дерево. Ну, бога и должно быть дерево, собственно. Вот такие вот элементики, они люденькие. Я вложила Сашу спать, но за моей спиной сопит. А я, чтобы времени терять, инструмент в руки и вперед. Ну, потом покажу вам, конечно, что получится. Их самое главное, что такое украшение, можно носить. можно с любыми бирюзовыми бусами. Можно с деревянными. То есть еще одно. А можно и двое, и еще бус. Если шеи не отвалятся. Боха не сдает своих позиций уже много лет. Я думаю, что и не сдаст. так же, как и одежда Боха, и обувь Боха. Все это прямо актуально и актуально. Мои дорогие, Саша молодец. Спит долго сегодня. Но он, видимо, за ночь не выспался. Они вчера очень поздно приехали. Уже ноди была. Вот. И дал мне возможность доделать украшение в стиле Боха. Я говорю, вот можно еще. Вот сейчас посмотрите. Можно и так. А можно и так. У меня просто нет деревянных бусин готовых. И с деревом шикарно будет смотреться. А можно просто цепочку с деревянным каким-то деревянным. Господи, что у меня с языком. Можно, девочки, бронзовую цепочку с деревянной бусинкой с какой-нибудь. Или с бирюзовой бусинкой. Или даже вот с такой, с какой-нибудь бусинкой. Боха, она же любит многослойность. Поэтому тут кашу маслом не испортишь. Такой у нас ветер поднимается. И Мишка что-то никак не едет к нам. И ветер поднимается. Не зря обещают к понедельнику шквал и град, и в общем, не пойми чего. какие-то тучки пошли. Хотя сегодня не обещали дождя. Ну, тут дело такое. Надует с моря и... будет оно спрашивать, да? Нужен вам дождик или нет. Хе-хе. Так что вот такие вот дела. Ну, я молодец. Сама себя не похвалишь. Никто не похвалит. Приехали ребята. Шишек привезли. Вот так. Хе-хе. Ой, ну вы молодцы, конечно. Все шишки собрали. Вот так. И уборка города. И вот Таня замульчирует сейчас все безобразие. На вас там люди, небось, смотрят, скажут, дети зачем-то шишки собирают. Нет? У меня бабушка подошла, чтобы не было что-то делать. Мы сказали, шишки собираем. Шишки собираем. Корзиночку кладем. Она сказала, зачем? Ну, мы ей там сказали, что-то было. И корон, и кеды там все-таки. Пошла на дальше. Ну, вот видите, хоть одна бабушка полюбопытствовала, зачем нужно столько шишек. Так, что-то гости наши не едут. Погода портится опять. Глянь, какой ветер поднялся. О, сидят. Срач. Надо все убирать. А этот ты купил, что ли? Этот был, этот купил. Это кому? Сестре? Себе, брату, сестре, еще одна сестре. Вот какой кайф, объясни мне. Не знаю. Я не знаю. Кайф только, что это кайф. Да. Вот тебе и не обещали дождя. у нас там белье висит. Вот тебе и на тебя. Ну, хорошо, пыль прибьет. Да, наверное, пройдет. Вон оно, небо-то какое. Солнышко и дождик. Наверное, быстро кончится. Приехали. Сашка, беги. Здравствуйте. Жду вас, жду целый день. Ну, такие поздние гости. Привет. Привет. Как у вас тут все? Ремонт. Привет. Бежит. Ты даже не вытерся, я его погнала умываться. Он девочку ждет. Ты видишь, кокетствие. Я подготовилась. Подготовилась. Иди, вытряси. Вытряси. Да. Ждет девочку прям, ждет. Девочки, привет. Ты прийти пиво пой? Да. Подожди, давай я ее соценирую. Так. Подожди, подожди. Да, Боня, Боня. Все, тише. Тише. Вот так лучше. Я тебя в прошлый раз и не увидела. Да. Как-то не встретились. Я же гуляла, а потом спала. Правильно. Вот и девочка приехала. Это Боня. Боня, собака. Здорово. Скучно нам. Во, товарищи. Во, какие большие. Да, качешь. А где Женя-то? Женя-то где? В Мурманске. Мурманске? Э, ребята, а Женька-то в Мурманске. Она в пятницу только прилетит. Лер, ну как тебе понравилось на квадрике? Здорово? Вот. Покатались. Папа ее покатал на квадроцикле. Ну, а Костя у нас, как всегда, гости приехали, он ворот красит. А что, дожди же будут. Надо же докрасить. Ну, покрасил, а потом обшивать. Чем-то. Так, Саша уже одевается. Саша, подожди, сейчас папа соберется. Сейчас, подожди, сыну. А, он калитку покрасил. Потом будет. Подсохнуть, ну, а вторым слой сюда пройдешь, еще будет. кепку! Дерзи! Дерзи, кепку! Да, она с молотковым эффектом по ржавчине. Ну, посмотрим, что потом будет. что-то есть, да, почему-нибудь. Может, венечки наплелись встали? Да, можно, можно. Не, дежушка, мы будем маска видеть. Да, и наплелась. У меня, у все руки, хрен знает, в чем. С другой стороны, почему бы и нет. А куда ты хочешь поехать, сын? На поле. На поле? На поле. Ну, давай, на поле проезжай. У тебя все лицо в краске. Я на поле. Вот, вот такое есть. Охо-хо-хо-хо. И лицо такое же. Да. А есть, в чем отмывать? У меня ничего такого нет. Уселся. Готов ехать. Бросили детей. Входим. И поехали в магазин. Надо же с шашлычком-то пожарить. Маску не взяла. Путная. Цветной снег. Опыты с водой. Вот еще Сашка маленький. Мафия. Такие рамки делаются. Но за полчаса. Такие рамки делаются. Что-то как-то кое-где пустовато. Вот они. Вот они. Видали? Это не реклама. Так, а что у меня надо? Есть это у меня. Цикорий у меня есть. О, на, о, на рот. Сюда я пойду. А это я как дома ходила. Там лягушки квакают. Ну, уже закрыли калитку. Слышите? Ну, это же. Я не слышала никогда. Вон они, разорались. Ну, вы серьезно подготовились к вечеринке. И сигареты у вас тут и все дела. Обалденный процесс. Называется шашлык по-крымски. Покупаешь уголь. Обязательно две банки. Розжига. Которые нихрена не разжигают. Уголь нихрена не горит. И ты костер разводишь. Можно было бы, в принципе, развести костер. И, да, сделать из него, сделать из него уголь. А куда дым? Куда фига, туда дым, сын. Знаешь, ты? Отсюда. Чищу картошку, все бросила. Побежала снимать закат. Какая красота. Вот так, если дождик завтра начнется. Да надолго. Жалко. Как красиво. Ну что, мои дорогие, мне надо картошку идти дочищать. Давайте-ка я с вами пока прощаюсь. Завтра, если все будет хорошо, на Беляус съездим с ребятами. Ну, если планы какие-то не поменяются, там. Пусть остались, завтра уезжают в Симферополь. С ночевкой. Ну, в общем, будет видно, что будет. Вот. А пока, мои дорогие, давайте вам всего хорошего. Прям всего-всего. Ладно? Пусть все хорошо будет. Ну, и надеюсь, завтра увидимся. Все кто-то что-то возят в багажниках. Вот. Сейчас будем сидеть, болтать. За жизнь. Мы уже наговорились, но это дело такое. Надо бы, конечно, дождаться, когда солнышко зайдет. Но некогда, мои хорошие. Некогда. Все, давайте я вас целую. Обнимаю. Не болейте, ладно? Не подводите меня. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.